Давай уже, улетай отсюда нахрен. Я никогда не спорю, я просто объясняю, почему я прав. Именно поэтому в нашей сегодняшней программе ТАХА третьего поколения. Есть вещи, которые понять невозможно. Ну, например, кто мы, в чем суть этой жизни и как запах дерьма влияет на стоимость подмосковной недвижимости. Однако меня больше волнует другая тайна мироздания. Может ли живой человек реально мечтать о покупке хавала? Так что, коль вы хоть раз думали, что выбрать Соренто или ТАХУ, то ими дает ли вырубайте данное видео. Наша тоталитарная секта свидетелей чугунных В-8 существует только для тех, кто всегда идет за мечтой. А теперь я расскажу, за что обожаю ТАХУ. Правильная ТАХА 9 по нолям – это ноев ковчег, который довезет тебя хоть до Байкала, хоть до Луны и обратно. Любая хорошая ТАХА трижды переживет все эти хлопчатобумажные изделия, которые нынче продают под видом автомобилей. Без иконки, свечки и банки пустырника к ним лучше не подходить. Нам скармливают дерьмо. День изо дня. И если ты не дашь отпор, не покажешь, что ты все еще зверь в глубине души, этот прилив тебя смоет. На ТАХе можно тащить за собой огромный автодом и охреневшую лодку размером с линкор Айова. Попробуйте буксернуть это на Черри Тига, и у него уйдет геометрия кузова. Восемь из десяти машин, которые мы подбираем, это ТАХА. За два года через наши руки прошло более тысячи этих замечательных тачек. И в общем-то практически каждый день мы получаем одну или две заявки на подбор именно 900-й тележки. А кто-то ведь называет ТАХу неликвидом. Тем не менее, в каждом крупном городе на Святой Руси, за исключением почему-то Калининграда, есть наши питомцы. Для понимания, за все это время произошел только один глобальный факап. На одной из тачек легла коробка. Однако, даже на Боингах бывают отказы, а некоторые вещи просто должны произойти. Как, например, Иван, который когда-то давно улетал в Иорданию и на пару недель оставил мне ТАХу. Это был момент озарения, когда я понял, что это мое. И я твердо уверен, что ТАХыч это одна из лучших машин всех времен и народов. Более того, аудитория GM это лучшая аудитория в мире. Тут практически не бывает краил и рефлексирующих организмов, которые думают, что они мужчины только потому, что не женщины. И вот вам любопытный сюжет. Однажды некий умник приехал в Лаке на диагностику ТАХи перед покупкой. А ТАХа была правильная. В общем, ему и говорят, по тачке нет замечаний, бери. А он что-то ходит, нюхает выхлопную трубу, бумагу к ней прикладывает, толщина метром сует, куда ни попадя, и так часа полтора. А тем временем мимо проходил Илья. Ну и чувак спрашивает у Илюхи. Ой, а вы не подскажете, что-то тут зазор больше, а тут что-то как бы вроде и меньше. Указывая куда-то, то ли на крыло, то ли на капот. Слышь, мальчик, иди отсюда, вежливо ответил Илья и позвонил мне. Тачку забрали другие люди, а мальчик, наверное, до сих пор прохватывает на Шкоде. Короче, я видел всего двух откровенных мудаков, которые покупали ТАХа. Ну и пару-тройку граждан, которые просто зашли и вышли. Каким-то образом Аура ТАХи отторгает левую публику, и я наблюдал это не один раз. А так GM редко покупают случайно. GM покупают люди, которые о нем так или иначе мечтали. В общем, на этих автомобилях мы съели больше собак, чем вся Корея вместе взятая. Ну а то, что знаем мы, отныне знаете и вы. В общем, погнали. На ютюбе миллион обзоров на GMT 900, и каждый обзорщик считает своим долгом заявить про нечитаемый Виль на раме. Якобы не нужно покупать машины, где он Джарджавелли. Все это полнейшая хрень, ибо не нужно покупать херовые машины. Нужно покупать хорошие. И коли на правильной машине есть ВИН, это приятно, а коли его нет, да пофиг. Машина, где нет вообще никаких недочетов, это новая машина. 12 мультов, и она ваша. Углубим и расширим мысль мою недалекую. Лет 5-6 назад большая часть этих авто ушла с гарантии. При этом кто-то продолжил обслуживать тачку у факов дилера, кто-то в гараже, а кто-то поехал на профи. Лаки, Шеви Плюс, 3К, Корском и так далее. В этом варианте оба ВИНа консервировали, а вот дилеры этого никогда не делали. Поэтому к нашему времени на большинстве тачек, как минимум, калининградский ВИН точно не выжил. Но это не значит, что в 22-м году их нужно отметать. Два раза приехать в МРЭО, набить два номера под правое крыло на раме и неделя времени. Это коли по закону. А коли почти по закону, немного билетов Банка России, и гаишник временно теряет зрение и утрачивает внимание. Уточните у него номер кабинета, и вероятно, это будет 25-й кабинет. В общем, нечитаемый ВИН – это всего лишь повод для торга и ничего больше. Тем более, что наряду с ВИНами есть еще нештатная оптика, нештатные колеса, лампы, гудки, выхлоп от паровоза, фаркопы и прочие вкусняшки. Не хочешь все это откручивать перед ГАИ – иди примерно в 40-й кабинет. Коррупция – это то, благодаря чему наша родина все еще существует. Итак, прежде чем покупать Таху, необходимо понять, а точно ли это ваша машина. Мечту невозможно измерять в литрах потраченного топлива. Так что, коли такой момент вас хоть как-то тревожит, просто забудьте. Кашкай и Мурана вам в помощь. Однако, для понимания, Москва-Геленджик на скорости 100 км в час по трассе М4 – это 11 с небольшим литром. По городу 15-16 по лютым пробкам, понятное дело, больше, но кого бы это волновало. А теперь поговорим о заблуждениях относительно этих тачек. Первый враг на пути к приобретению правильной Тахи – это автотека и прочие базы данных. Конечно, польза в них тоже есть, но вреда гораздо больше. Да, тут можно глянуть на запреты, иногда узнать максимальное значение пробега в предыдущих объявах. И, в общем-то, все. Расчеты ремонтных работ, участие в ДТП и те же данные о пробегах, по большей части, никак не отражают реальной картины. Однако, обыватели смотрят именно в книгу и видят именно фигу. Практически на всех Тахах пробег скручен по несколько раз. Знаю миллион случаев, когда первый и единственный хозяин рубил пробег вдвое, просто для ровного счета. Было 180, стало 90. И это наиболее частые и наиболее безобидные значения. Важно! Машины с пробегом 100 тысяч и с пробегом 350 тысяч могут быть абсолютно одинаковые. И хрен вы найдете 10 отличий. При этом моточасы крутят точно так же, и обращать на это внимание не стоит. А коли вы откроете Автору или Авито, то годы идут вперед, а пробеги на Тахах идут назад. В итоге реальность такова, что пробег в наше время это не показатель, это математическая гипотеза. При этом есть куча отличных машин с чудовищной автотекой, а есть много убитых ведер с идеальной. Запомните, друзья, нельзя принимать решения и что-либо анализировать на основании каких-либо баз данных. Нужно смотреть тачку вживую, загонять на диагностику к правильным людям и только потом думать, брать ее или нет. У нас были клиенты, которые, не видя машины, отказывались от покупки практически идеальных тачек. Так там же расчеты, там же ремонты и ДТП. И хрен ты объяснишь, что человек упускает редкий шанс взять наикрутейший пирожок. Покупайте правильное железо, а не красивую автотеку. На ней вы далеко не уедете. При этом на рынке гора машин, которые по большому счету нигде не обслуживались. И все, что на них есть, это показания пробега на старых объявах. Ну и что вы там узнаете? Да ровным счетом ничего, кроме курса рубля на Парагвай. Поэтому, когда мне предлагают сделать рекламу автотеки на нашем канале, я посылаю нахер. Но самое глупое времяпрепровождение, это, как я называю, гадание по рулю и педалям. В этом плане даже гадалка из подворотни приносит больше объективных данных. Накладки на педали 600 рублей, руль чуть подороже. И примерно такой же сюжет с подушками безопасности. 5 тысяч одна и 10 другая. Воткнул, где было, затер программатором краш, усер. Хлопали они или не хлопали, вы никогда не узнаете. Вся морда у Тахи навесная. И даже, коли она серьезно получала в бубен, это ни в коем случае не приговор. Решетка, капот, телевизор, фары и крылья. Все это втыкают новое, и в этом нет никакого криминала. Главное, чтобы хорошо было сделано. Криминал это гнутая рама и Таха, которую уложили на крышу. Поэтому, ежели рама прямая и дядя Ашот не приваривал новую крышу, значит не все потеряно. И тут возникает только один вопрос. Вопрос бюджета. К примеру, я знаю 2 или 3 офигенные Тахи, у которых когда-то не было морды. У одной из них, например, носовая часть уехала на ковше бульдозера. Сделали на отлично, изумительный аппарат, и ровным счетом его невозможно отличить от небитой машины. Так что и такие машины при определенных условиях и бюджетах можно брать. Опять же, когда машина на несущем кузове попадает в ДТП и сие приводит к изменению геометрии кузова, это одно. Такую машину можно выкинуть и забыть об этом. Рамная американская тачка, это по факту конструктор. У этих машин только один критерий, живая она или нет. Поэтому, когда вы смотрите автообзоры, подумайте, сами обзорщики в теме или не в теме. Далее, мифологема о вторичных окрасах. Ежели за тачкой следили и не жалели на нее денег, то вторичные окрасы должны быть обязательно. Ибо к нашим годам зачастую машинки в родне выглядят уже не очень хорошо. Ветки, сколы, царапинки и все такое прочее. 200, 300, 400 микрон, это норма. При этом бывают экспонаты и в родной краске, но они ничем не лучше и не хуже тех, что повторно окрашены. Другое дело, что машина должна быть хорошо покрашена, а не где-то в гараже у дяди Пети. Однако, внешний вид автомобиля, это лишь верхушка айсберга. Подводную часть никто не хочет видеть, и обыватель выбирает мертвую по технике тачку, которая наряднее выглядит. Таким образом, какой-нибудь копеечный скол может перевесить в голове человека суровый ремонт на 300-400 рублев. Поэтому все машины, за некоторым исключением, мы загоняем на профильную диагностику. Как правило, в любую даже очень хорошую таху можно легко загнать сотню-другую. И это приемлемо. В нынешних реалиях новая рейка это больше 100 тысяч, мост 150, ремонт коробки 120 для 4L60 и 160 для 6L80. Первая это дорест, чаще всего 8-го года, вторая рест. Чаще всего 11-й и 12-й год, реже 13-й крайний год выпуска. Впрочем, год выпуска тахи также не имеет никакого значения. Теперь про моторы. Пехло на тахи это максимально неубиваемый нижневальный кусок чугуна объемом 5,3 литра. Распредвал в развале, поэтому цепочка ГРМ длиной 15 см. И я ни разу не слышал, чтобы с ней хоть что-то происходило. Перед нами конкретный миллионник, без всяких там но. Другое дело, что хотя бы раз в пару лет необходимо промывать ДМРВ и заслонку, дабы углы ее корректировки не вышли за расчетные параметры. При этом нельзя заливать прошивку, коли пехло работает в режиме нештатных отклонений. Проще говоря, чтобы прошивать таху, она должна быть исправна. За исключением возможных ошибок по каталикам. Правильная таха это не каталитическая таха, иначе Джеки Чан будет вашим постоянным попутчиком. Как проверить, что на тахе нет ошибок в принципе по мотору и коробке? Берем с пульта, заводим. Если у машины есть ошибки по мотору и коробке, она не заведется. Заметим, что прошивка на Евро-2 увеличит расход топлива примерно на 1 литр, ибо система в этом варианте работает по усредненным значениям. Ну а теперь про коробки. 4L60 на доресте здесь очень важна температура. Ее можно вытащить прямо на приборный щиток. 70-80 градусов это норма, ближе к 100 надо напрягаться, 110 хана встречай, не кашляй. Зачастую на доресты втыкают дополнительный радиатор, и тогда вообще без проблем. Живучесть этой коробки напрямую зависит от манеры езды. 250-300 тысяч она точно проходит. Но коли нормально ездить, не рвать ее с утра и до вечера, то 400 и даже 500 тысяч легко. При этом такая же коробка стоит на дорестовом хамере, и даже там 400 тысяч без ремонта они иногда ходят. 6L80 все то же самое, только 6 передач, а значит чуть меньше расход. С ноября 2010 года на тахах внедряют Active Fuel Management System, который отключает половину горшков. Однако, бывают машины, где этой приблуды нет, а главное толку от нее тоже практически нет. Реальная экономия появилась только на Direct Injection в кузове K2X. Обзор на четвертый кузов также есть у нас на водоканале, так что запоминаем подписаться и воткнуть колокольчики. А мы неспешно подходим к различиям между тахой в рестале и тахой в доресте. На доресте желтые поворотники на передних фарах, хром на молдингах дверей и на заднем бампере. Квадратик GM перед надписью «Таха» на передних дверях. На кочерге нет качельки для ручного переключения передачи на щитке цифрки 3, 2, 1 вместо M. А еще тут почему-то реже приходит хана дверной ручки. Другое дело, что живой дорест найти значительно сложнее, чем живой рест. Все-таки время берет свое, и тут порой нужен уже не просто ремонт, но реставрация. Тем не менее, более-менее живые машины 2008 года мы иногда выхватываем. На момент декабря 2021 года дорест это 1,4 мульта за живой, рест 1,7-1,8 в гору. Конфетки по 2 миллиона, пирожки до 2,5 и выше. Замечу, что 2 года назад верх рынка по ним был в районе 1,3. Экономика на подъеме, но это не точно. Теперь про раму. Как уже говорил в одном из видео, раму GM ничем не обрабатывает. Поэтому спустя годы она может выглядеть не очень симпатично. Тем более на тачках из Москвы и особенно на тачках из Питера. Питерские тачки лидируют по части коррозии. В целом, таховская рама гниет лет 200. Так что тут два варианта. Либо делать, либо забить. Пока готовил видео, опять напомнили про оригинальный ПТС. Ну что тут скажешь. Хорошо, когда ПТС оригинальный. А когда заканчивается оригинальный ПТС, тачку, видимо, нужно выкинуть. Потому что нахрен она нужна без оригинального ПТСа. При этом так рассуждают очень многие жертвы повальной некомпетентности. Но. Какая, мать его, разница. Даже у тачки с одним хозом может быть дубликат. Производитель. Дилер, дилер, дилер. Хозяин. Перевес номеров. Все. Что изменилось от этого в вашей жизни? Сначала различные блогеры зашугивают народ. А нам потом разгребать все эти нелепые страхи. Поэтому, дорогие любители достопочтенного Максима Шелкова. Запомните. Вселенная GM устроена не так, как вы думаете. И все, что загрузили вам в голову, нужно выгружать обратно. Иначе будете выглядеть так же нелепо, как тот мальчик на Шкоде. Прикол в том, что в этой нише практически все друг друга знают. Хоть один реальный косяк и шило в мешке не утаишь. Поэтому, когда, например, Илья Лаки говорит, что клиент продает хорошую таху, значит ее не только можно, но и нужно брать, причем обгоняя ветер. А теперь специально для жителей Уфы. Я понимаю, что в этом мире кругом обман и все решают деньги. Но только не в мире GM и только не в нашем мире. Там, где есть таха, решает только реноме. Поэтому, когда вы планируете брать автомобиль, но в чем-то не уверены, не бойтесь задавать вопросы. В этом случае просто найдите контакты авторитетных граждан, которые в теме. А когда вам отвечают на ваш вопрос, слушайте и слышьте то, что вам говорят. А коли знаете лучше, то нечего и спрашивать. У вас же есть автотека и ютубчик. Таха – идеальная машина для того, чтобы таскать за собой катер, автодом или восьмидюймовую гаубицу. В Ассашай подобные машины не называют внедорожниками. Их называют спортивно-утилитарным авто. О каком спорте идет речь в случае с тахой – загадка. Возможно, метание топора. Ну и отдельная тема – это чудовищные три буквы. ГБО. Любители ГБО напоминают мне майнеров криптовалют. Теоретически они в плюсе, а практически в жопе. Тем не менее, хорошую таху на ГБО взять можно. Хотя бы из соображений гуманизма. Взял, оторвал эти гребаные баллоны и всякие там шланги. И где-то в Америке улыбнулся Уэйн Черри. Вот кому бы я пожал руку. Блин, новогодний выпуск. Плюс 18. Идеология девятисотки в том, чтобы погрузить туда кучу бастардов, барбекюшницу, двухосный 8-метровый автодом на 6 спальных мест и хреначить от Тихого до Атлантического побережья. From LA to Virginia Beach. Но, по большому счету, в Штатах нет нифига интересного, кроме тачек и Гранд Каньона. А значит, надо адаптировать таху к нашим реалиям. Нормальные лампы, аквапринт вместо бабушкиного серванта, пионеры, усилки, мультимедиа в потолок, борла, тормоза, хадли, шумка, лифт, алькантара, сиденья на персиковой коже и прочее, прочее, прочее. Назовем это так, магазин, все по 50. Поэтому в наше время для многих Тахо два мульта – это только начало. А когда подобную тачку выкладывают где-нибудь в объявлениях, то по-любому приходят какие-то чуваки и комментируют. О, а че так дорого? Ой, да я лучше Черетига куплю. И так далее, и тому подобное. Наверное, именно эти киборги и мечтают о покупке хавалов. Но запах дерьма никак не влияет на стоимость подмосковной недвижимости. А мужик должен всех обеспечить. Рискуй, мое незыблемое кредо, поставив на удачу весь аванс, я за победой праздную сраная птичка. Получилось очень много, но это лишь тысячная доля того, что можно поведать про эту замечательную машину. Значит, будет и продолжение. Покупайте тахи, воруйте цыган, ломайте систему и дохранит вас V8 в новом 2022 году. Добавляйтесь в друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, заходите в нашу группу, которая в ВКонтакте. У нас есть моднейший сайт. Заказывайте у нас машины на подбор. И самое главное, покупайте современное говно. Добавляйтесь в нашу группу,